В полиции Лангипас определили три самые распространенные схемы мошенничества, на которые горожане ведутся чаще всего. Это фишинговые сайты, звонки из банков и лже-бронирование поездок. Так, накануне 45-летняя женщина отдала мошенникам более 20 тысяч рублей. Она пыталась с помощью популярного онлайн-сервиса уехать в Нижневартовск. Потерпевшая забронировала поездку у мужчины, и тот убедил ее оплатить бронь-место в машине по ссылке. Горожанка перешла на сторонний сайт, ввела все личные данные своей банковской карты, и у нее списалось 25 тысяч рублей. Очередной раз, обращаясь к нашим жителям, хочу обратить внимание, чтобы при получении непонятных сообщений о просьбе занять деньги, либо перечислить деньги, сперва проявляли бдительность. То есть, убедились, их знакомые или родственники у них деньги. То есть, позвонили им, спросили, в чем проблема, посоветовали с родственниками. Только уже после этого, убедившись, что это действует, что это их знакомые, родственники, переводили данные деньги. Если, соответственно, есть какие-то сомнения, либо явно, что это совершается преступлением мошенничества, то тут уже необходимо непосредственно, как можно скорее, обратиться в органы полиции. Кроме того, как рекомендация нашим гражданам, не переходить по всплывающим окнам, по неизвестным и непонятным ссылкам. Кроме того, не вводить ни в коем случае свои номера банковских карт, а также биографические данные, адреса электронной почты и абонентские номера, которыми они пользуются. По словам сотрудников полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемого.